здравствуйте дорогие друзья сегодня прекрасный весенний солнечный день погода замечательная у нас не жарко и не холодно в общем душа радуется вчера отпраздновали 8 марта настроение остается праздничным и в этой связи я хотел бы хотела бы поделиться ожиданиями вообще планами и так далее вот я сейчас еду значит наш проект вы спалал то он потихонечку завершается еще сколько то времени конечно займет но в принципе все уже там идет более-менее к финишу вот я сейчас в этот весенний день решила так же меня этот наш этот навигатор перебивает меня все время значит в этот весенний солнечный день решила все-таки заняться нашим вторым проектом который уже был на подходе у нас есть маленький домик давно мы его купили вот и проект будет состоять в том чтобы из маленького домика сделать вполне такое достойное сооружение домик маленький он где-то порядка 100 квадратных метров и там на сегодняшний день есть три маленьких спаленки вот какая-то там living room довольно приличная кухня но этот домик на лоте в пять соток немножко больше чем пять соток занимает довольно мало места а у нас значит разрешается иметь покрытие строением на участке до до 44 процента больше чем 44 процента покрытие то есть на строение не может занимать площади больше чем 44 процента от вот такого участка земли да потому что нормы всюду разные если будет участок земли больше то процент будет меньше а если участок земли меньше то процент будет больше ну вот как для этого конкретного участка мы значит можем занять 44 процента сейчас нас процентов наверное 20 поэтому поэтому я работаю сейчас с архитектором над тем чтобы вот привести это как-то в соответствие потому что земля у нас дорогая и вот на строение это вообще ничего не стоит и как бы просто сарай сарай вот привести это в некоторый более менее нормальный вид просто потому что мне нравится именно этим заниматься а дальше будет видно чтобы будем делать этим домом ну так вот значит хочу рассказать вам в чем заключается процесс собственно говоря получение разрешений и в чем заключается процесс подготовки к строительства потому что очень многие задают вопрос а как строить дом вот с чего начинать и так далее начинается все с того что естественно дома и участок все это обмеряется сверяется с рекордами записями которые написаны в нашем графстве в каунте все сверяется выверяется после этого делается дизайн нового помещения для этого конечно нужны специалисты архитекторы дизайнеры и так далее вот мы уже эту стадию в общем то прошли у меня есть дизайнер и мы сделали чертежи и сегодня этот день я сейчас уже сбросила эти чертежи чертежи у нас существует сейчас в электронном виде естественно все делается на компьютере мы друг с другом с дизайнером перекидываемся этими чертежами туда-сюда там носим поправки все это делается на компьютере чертежи большие рисуется там вот это 24 формат такие чертежи стандартные вот и конечно у ни у кого такого дома принтера то и нет большого поэтому я сейчас еду в учреждение которое занимается как раз распечаткой вот таких больших у нас называется blue prince распечатка таких больших чертежей и собственно ними должны подготовить несколько сет этих чертежей там будет 7 разных видов там будет существующий участок там будет существующий дом новый дом крыша разрезы разные вертикальная television там все будет показано этих чертежах и чертежей эти пойдут ой какая дорога хорошая вот и чертежи эти пойдут в планинг департмент сити оф Саннивейл значит в чем задача планинг департмента состоит они в первом приближении смотрят на то что человек собирается построить и сверяют это с тем что вокруг находится то есть они не хотят чтобы новый дом сильно выделялся по сравнению с окружающими домами и это в некотором смысле является тормозом потому что вокруг стоят обыкновенные вот эти у нас сильно называется range houses это старые такие деревенские дома и получается что как бы ты не должен сильно от них отличаться если будешь сильно отличаться то им это не понравится то есть в любом случае есть некоторые стандарты которым нужно следовать и сильно не выпендриваться то есть строить уж совсем такое современное жилье выходящее вообще вне рамок того что существует вокруг сити это не очень понравится но мы старались соблюсти хоть какие-то параметры хотя при этом вот на сегодняшний день мое желание строить жилье современное где много окон много света желательно повыше потолки опять же по поводу потолком мы тоже лимитированы старым зданием которое всего 8 футов высотой я чуть-то я сюда едут странно а я сумею проехать вообще там да так вот мы лимитированы существующими опорами до под крышу существующего дома поскольку мы все-таки делаем ремоделинга не строим заново новый дом вот и но мы делаем интересную крышу какие-то там интересные решения нашли и план дома у нас получился в общем то очень таки приличный мы вот исходя из того что мы можем занять 44 процента общей площади участка у нас получился дом без гаража где-то около 190 квадратных метров и туда значит влезли распрекрасно четыре большие хороших спальни ливинг-рум да и дайнинг-рум family-рум довольно таки большая кухня стиралка сушилка находится в доме там множество шкафов в общем получился у нас все-таки удачный план хотя для четырех спального дома 190 квадратных метров это не очень много но у нас все получилось очень разумно и хорошие размеры спален и в общем всюду все получилось хорошо значит если на сити это все не зарубит на корню то должен получиться довольно таки неплохой домик значит вот сейчас я еду в этот три про графикс они мне дадут чертежи а после этого я поеду в сити а вот ну если мне разрешат поснимать в этом репро графикс я поснимаю а если нет то значит нет ну вот такая первая часть у нас репортажа закончилась друзья я приехала в это место где есть этот репро график вот этих документов которым нужно печатать ну как ты весел это что-то происходит напротив это совсем не то здание куда я приехала был какой-то фан какой-то барбекю ресторан это что ли даже неизвестно вот такая индустриальная часть города санта клары вот и вот этот вот наш репро графикс небольшое помещение где стоят большие машины которые делают распечатку больших чертежей я туда сейчас зайду на я не уверена можно ли там снимать внутри вот друзья и получила свои чертежи стоит это удовольствие всего-навсего меньше 60 долларов и вот значит как выглядит наши чертежи вот здесь описывается идет фотография старого существующего дома написано какой у нас проект объема идут какие-то данные по проекту сколько было сколько стало оказывается старенький домик и показывается сколько площади мы добавляем к этому домику потом показывается место нашего домика на общей карте местности ну и чего-то тут такое описывается содержание чертежей я думаю что все эти вещи довольно стандартные и они однако во всех странах ну в той в том или ином виде вот снова показывается существующий домик вот уже идет моделирование на уровне картинок как будет выглядеть наш новый дом с виду он очень такой тоже сарайстый я уже говорила это в общем-то требование такое но мы постараемся за счет больших окон и красивого внутреннего помещения придать ему более современный вид а у нас получается что общая площадь вместе с гаражом будет 2316 футов что немножко больше чем 200 квадратных метров а вот мы должны показать что вот такие домики вот такого типа с такими крышами тоже существует то есть это реальная фотография домов по соседству посредине фотография на одну проектная фотография нашего дома и мы показываем что мы не сильно отличаемся от тех домов которые вокруг это как бы является обязательным условием поэтому я уже говорил не дает возможности для полета фантазии а тут идет вот элевейшн такая в самом общем виде а здесь вот план нашего нового дома а нет извините это план существующего дома вот он очень странной конфигурации тут весь дом то всего вот такой вот вот здесь вот гараж на одну машину а здесь вот такой внутренний садик когда садик ярд какой-то да который собственно выбирает площадь лота и не дает ничего для этого дома и вход дома является вот отсюда а вот тут находится улица ну в общем очень странный такой дом существующий это его элевейшн извините я сказала нового дома это его элевейшн вот и значит мы переходим вот к новому нашему дому вот на этом же участке земли мы за счет того что мы закрываем вот этот внутренний дворик делаем две машины корректно две машины здесь у нас будет ливинг рум здесь у нас будет один мастер сует да с клозетом и с бассейном здесь будет такая ну я называю это стадии ирия потому что она проходная довольно таки большая кухня family room и здесь у нас еще ландри общий туалет для этой спальни его для этой спальни здесь еще один мастерскую то есть все в общем и в целом получилось очень приличненько все комнаты довольно большого размера комнат меньше 14 квадратных метров у нас нету а вот и я в общем-то очень довольна тем что у нас получилось здесь в итоге а вот здесь идут стандартные записи которые должны присутствовать на всех чертежах и карты сети требует там определенного формата а вот а здесь вот идут расписание новых нас и скидеров windows показаны также стенки какие будут оставлены и какие будут выбраны это у нас старая страница этих чертежей сейчас попробую перелеснуть на 3 не очень получается вот третья страница это у нас показано или вишен в различных видов вот это вот будет выглядеть спереди вот это с одного боку это сзади все четыре стороны показаны или вишен указана спецификация чем он будет отделан как будет сделана вентиляция и вот всякие вот детальки такие показаны но это еще не детальные чертежи мы сейчас идем только в сети утверждать только общий облик этого дома а вот идут некоторые разрезы чтобы было видно где изоляция на потолке это очень существенным для нас для наших краев у нас то есть так называемый title 24 где мы должны совместить все параметры изоляции для того чтобы дом не был очень жарким вот где-то поднятый потолок где-то у нас такой опущенный потолок очень вот этими вот линиями показана изоляция да где-то где что и как будет ну вот она под учатся жить и наша последняя страничка это собственно наша крыша новая вот тут замечательное решение мы придумали с этой крыши дело том что вот это вот место в середине дома вот где я показала стадирум она получается темновато потому что далеко до этой стены где есть окна есть вот окна вдоль этой стены а с этой стороны спальни и света нет поэтому мы здесь сделали эту интересную крышу если нам сити разрешит мы тут делаем три окошка и таким образом получим свет вот в эту центральную часть всяких skylighter без ничего натуральный естественный свет и это будет существенно улучшить нашего проекта но опять же если нам разрешить и сити вот ну в общем на этом и заканчиваем теперь я поеду сити и попробую сдать эти документы все на то чтобы получить пермит ну вот друзья мы забрали чертежи и сейчас я буквально еду в город чтобы эти чертежи подать значит что я хочу сказать что это еще не полный сет чертежей дело в том что сейчас для пленнинг департмента нам нужно только представить как я уже говорила в основном внешнюю часть здания а вот попозже когда мы пойдем билдинг департмент их уже будут интересовать детали и к деталям относятся в структурные чертежи только чертежи которые должен сделать инженер рассчитав нагрузки где будут опорные какие-то стенки и так далее и также дополнительным с деталями там все соединения в это само как у нас будет присоединяться там фундамент стенкам стенки с крыши и так далее у нас там есть один момент где мы собираемся окошки делать на крыше там не очень понятно как структурно этот узел пройти то есть какие балки нужно положить потому что них опирается крыша в общем это будет такой достаточно интересный момент как мы его пройдем но вот когда я чертежи отдам в сити да буквально сразу же мы свяжемся с инженером который сделает нам необходимые расчеты для того чтобы можно было подавать чертежи building department значит сити сити очень часто дает permit эти over the counter то есть ты приходишь туда с полным сетом чертежей и со structural и с так называемым title 24 который рассчитывает энергоемкость будущего помещения у нас там есть обязательно мы подаем окна стены и все и специальные люди они рассчитывают вот этот так называемый title 24 так вот очень часто у нас чертежи принимаются over the counter приходит человек со своим дизайнером потому что могут быть вопросы по чертежам дает эти чертежи и к нему по очереди приходят специалисты все сначала приходит специалист по пленнингу если у него нет замечаний он тогда зовет специалисты по билдингу если у него нет замечания не завод специалистов и пожарной для самой охране окружающая среда structure в общем все это происходит буквально за одну встречу прямо вот в сити и у нас называется over the counter на самом деле там просто стоят столы со стороны города там находятся еще компьютеры они тут же могут посмотреть все на интернете посмотреть все рекорды на этот дом но это происходит только тогда когда переделки на дом очень незначительные в этом случае они могут все это сделать за один вот такой вот визит и собственно мы этим раньше очень часто и пользовались когда нам нужно было строить наш дом мы получали все пермиты over the counter потому что у нас были переделки небольшие считается что если там до 500 квадратных футов то есть до 50 квадратных метров можно все это сделать over the counter но сейчас у нас мы добавляем почти 90 квадратных метров к существующей площади и нам уж никаким образом не удастся это все сделать прямо за один приход поэтому моя задача сегодня отдать им чертежи of planning только на рассмотрение значит они будут эти чертежи смотреть без меня и если у них будут какие-то замечания то это займет у них две или три недели то через две или три недели они нам расскажут какие у них замечания и что нужно поправить но я надеюсь что внешнему виду у нас особых претензий не будет и мы можем сразу приступать к структурным этим чертежам разрешить какие-то такие более серьезные технические вопросы вот и потом когда мы получаем чертежи из building department мы можем их подать извините из planning department мы можем их подать в building department и тут уже нам нужен полный сет и мы дадим и title money for и structure чертежи и они снова их заберут там на две-три недели с тем чтобы посмотреть что там не так ну и после того когда весь этот процесс завершится да каждый из этих процессов они берут естественно деньги потому что ничего в этом мире не происходит бесплатно все эти инспектора тратят свое время на то что рассматривают чертежи поэтому в зависимости от объема работ и от того сколько человек должны принимать участие в просмотре этих бумаг от этого зависит сумма которую нужно заплатить город вот за рассмотрение этих чертежей они сейчас посмотрят я заполнила такую бумажку где я пишу что мы хотим построить что мы будем достраивать и они на основе этой бумажки посчитают сколько денег я должна заплатить поэтому вот сейчас я надеюсь что я туда приеду через десять минут там будет конечно какая-то очередь вот но я подожду очередь я надеюсь что до двенадцати я успею может быть подать эти документы потому что у них там двенадцать может быть перерыв и тогда уже непонятно успею сегодня подать или нет ну дай бог оно все сложится и мы сегодня можно сказать подадим чертежи и это будет начало нового старта вот мы подъезжаем уже к городскому учреждению уже прекратились эти коммерческие застройки идут красивые дома, новое строительство вот компания Nokia здесь и мы буквально в блоке в двух блоках в сити скорее всего в сити снимать нельзя поэтому я максимум могу снять паркинг лот со всеми страждущими которые пришли сегодня чтобы получать пермиты вот и пойду тоже испытывать судьбу дай бог чтобы у нас все сложилось вот у нас уже следующий поворот направо какие-то все дома построили это у нас партнер комплекса видите написано что они сдаются в наем вот это у нас самый даунтаун города Саннивэл вот мы сюда поворачиваем чтобы попасть в сити вот вот написано сити холл вот мы как раз сюда и едем вот тут свободных мест не много но нам даже вот посчастливилось встать в тенечке так вот мы приехали в сити ну вот друзья мы закончили все дела в гостеприимном сити саннивэл вот здесь вот билдинги все сити скромные здания одноэтажные очень такие простенькие построенные где-то в 50-е годы в этом же стиле рейндж-хаус насколько все таки разные требования у разных сити сити саннивэл настолько приятно иметь дело вообще такие ребята приятные и просто чувствуют что они тебе не враги а вот в этом нашем исполалт каждый раз идешь и думаешь что они еще придумывают во-первых даже начиная с цен вот цены на то чтобы сделать ревью вот этих вот чертежей отличаются примерно раз в 10 ну сити у исполалта конечно бедная сити у них денег нет и они стараются заработать на чем могут это правда и поскольку там сейчас идет большое строительство то это большое пополнение городского бюджета они забирают чертежи на 30 дней причем они забирают на 30 дней пленнинг департмент и на 30 дней билдинг департмент и мы делали несчастную пристройку на 6 квадратных метров и потратили на это дело 2 месяца а здесь вот они такие дужки они забрали чертежи и сказали что через 2 недели пленнинг даст свое заключение и если все в порядке то остальные пермиты можно получить over the counter то есть буквально за 1 день то есть у меня сейчас будут горячие 2 недели потому что я должна сделать title 24 мы должны заказать structural чертежи и практически буквально там через 2-3 недели 4 недели у нас будут уже все пермиты на руках и мы будем ready to go ну это очень приятное конечно впечатление и как тут все построено очень приятно они говорят приходи просто пораньше с утра потому что работы много если прийти например даже в 10 часов они over the counter принимают планы только до 12 то есть в 10 прийти то можно не успеть поэтому они говорят приходи пораньше вот и все чертежи можно будет утвердить over the counter замечательная новость чудесный день чего начали темы заканчиваем и все вот как бы у нас получается ну на этом пока пока пока